Здравствуйте! В современном мире, особенно в городах, редко встретишь абсолютно здорового человека. Всему виной неправильное питание, стрессы, проблемы с экологией. И когда у человека появляются проблемы, что он обычно делает? Бежит в аптеку за лекарством. Мы привыкли лечиться таблетками, забывая о том, что лекарства растут вокруг нас, на деревьях, в траве, под землёй. Корни многих растений являются настоящими кладовыми полезных и лечебных веществ. Они не только питают растения, но и излечивают многие заболевания и возвращают человеку утерянное здоровье. Всем нам с детства знакомы такие растения, как пырей, одуванчик и лопух. Они встречаются практически повсеместно. Мы привыкли считать их сорняками. На самом деле, корни этих растений – настоящая природная аптека. Пырей. Это растение – очень распространённый сорняк. Гроза садов и огородов. Зелень пырея любят лакомиться собаке и кошке. Он известен своей невероятной живучестью. Если корень пырея разрезать на части, то из тех частей, на которых есть хотя бы одна целая почка, вырастут новые растения. Благодаря такой живительной силе он и способен вылечивать очень многие заболевания. Водянку, камни в желчном пузыре и почках, недержание мочи и цистит, бронхолёгочные болезни, сахарный диабет, болезни кишечника, гипертония, дисфункция яичников, фурункулёз, эксудативный диатез. Витамины, минералы и полезные вещества, присутствующие в корнях этого растения, оказывают положительное влияние на обмен веществ. В корнях растения много танина. Это вещество известно тем, что выводит из организма стронций. Средства, изготовленные из него, избавляют от радиации не хуже, чем зелёный чай. Настойки и отвары из корней пырея помогают облегчить боль людям, страдающим от болезней суставов, артритов, подагры и ревматизма. Борются с остеохондрозом, выводя из организма излишки солей. Справиться с частичной потерей зрения поможет приём отвара или сока свежего растения. Одуванчик. Из молодых листьев одуванчика весной делают салаты. Солнечные цветы растения используют для приготовления варенья. Корни содержат огромное количество полезных веществ. По содержанию белка способны поспорить со многими злаками. Корни одуванчика богаты инулином, природным пребиотиком и сорбентом. Отварами и настоями из корней одуванчика лечат анемию, воспалённые лимфоузлы, раковые заболевания печени и желудка, диатез, болезни суставов, остеохондроз. Лопух академик. Мало какие растения могут похвастаться таким же богатым химическим составом, как корни обычного репейника. Благодаря этому средства из корня лопуха способны успешно бороться даже с онкологическими заболеваниями. Лечебные средства, изготовленные из корней репейника, лечат болезни ушей, бронхиты и гаймориты, переломы костей, болезни суставов, межпозвоночные грыжи, атеросклероз и хроническую коронарную недостаточность. Высокое содержание инулина помогает справиться с диабетом. Лопух справляется с различными заболеваниями печени. Опухоли, цирроз и даже гепатит лечат заболевания почек и холецистит. Незаменим репейник и при лечении различных кожных заболеваний. Больным гриппом и ОРВИ средства из лопуха помогут справиться с высокой температурой и укрепить иммунитет. Корень помогает даже при параличе. Как правильно заготавливать, заваривать и применять корни? Лучше всего заготавливать корни ранней весной, пока они не израсходовали все накопленные в них полезные свойства. Лопух – двухлетнее растение. Корни лопуха можно выкапывать и осенью, но нужно выбирать небольшие растения с молодыми листьями. Огромные лопухи с большим числом репьев не подходят. У таких растений полезны репьи, они снимают зубную боль. Собранные корни перед сушкой нужно очистить и хорошо вымыть. Корни лопуха порезать на части. Когда корни просохнут, их нужно измельчить. Смешать корни в равных пропорциях. В кастрюле вскипятить два стакана воды, добавить одну столовую ложку смеси корней и прокипятить 10 минут. Настаивать два часа, процедить. Выпивать за 10-15 минут до еды по половине стакана три раза в день. Можно заваривать корни по очереди и чередовать их каждую неделю. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!